И чуть более часа назад информацию о том, что террористы под Алеппо использовали химическое оружие, подтвердили в нашем центре по примирению враждующих сторон. По его данным, в восточной части города боевики угрожают расстрелами и публичными казнями всем, кто пытается выйти через гуманитарные коридоры. Поступает информация о подготовке детей и женщин в качестве смертников, отметил начальник центра генерал-лейтенант Сергей Чварков. Он напомнил, что коридоров открыты в общей сложности семь для жителей, а также для боевиков, пожелавших сложить оружие. О начале гуманитарной операции в Алеппо наша Миноборона объявила в минувший четверг. За это время сдались 94 террориста, и город покинули 372 мирных жителя. Взгляд изнутри Алеппо в репортаже Клима Санаткина. Путь Рамусе. Дорога к одному из семи гуманитарных коридоров в Алеппо. Вдоль трассы стена из бочек. Это самый опасный участок. 200 метров до позиции боевиков. Работают снайперы. Мимо разрушенных зданий по разбитой взрывами дороги едем с максимальной скоростью. Останавливаться нельзя. Опасно. Из оккупированных террористами районов сегодня удалось выбраться почти 50 мирным жителям. Второй день рождения. Бежали. Месяцы издевательств, страха за собственную жизнь и мечта только об одном. Чтобы этот ад поскорее закончился. Сами не верят. Неужели в безопасности? Мы не могли выйти на улицы. Эти нелюди заходили в дома и брали все, что хотели. Мужчин, которые отказывались брать оружие и воевать вместе с ними, убивали. Об открытых коридорах мы узнали из листовок, которые сбросили над нашим районом. И сразу решили. Это наш единственный шанс. Вслед за жителями выходит группа боевиков. 12 человек сложили оружие. Что будет с ними дальше, решит сирийское правительство. Я знал, что погибну, если продолжу воевать на той стороне. Либо меня уничтожат в бою, либо как шакала пристрелят свои же. Мы несли колоссальные потери. Пришло время сложить оружие. Всем спаршимся жителям оказывают медицинскую помощь. Тут же раздают продуктовые наборы. Всего привезли 8 тонн. После всех разместят в гуманитарных центрах. Операцию проводят быстро. Прошла информация. Боевики собираются открыть огонь. Район Шейхсаид – одна из самых горячих точек на карте Сирии. В нескольких километрах отсюда, вот сейчас можно показать, находится позиция фронта Джабхата-Нусра. Вот там видны разрывы бомб. Бои за эту территорию идут регулярно, поскольку именно здесь проходит одна из двух дорог, ведущих в центру Алеппо. Бои в Алеппо идут сейчас по всем направлениям. Террористы пытаются начать контрнаступление и замкнуть кольцо вокруг города. Взрывы слышны постоянно. Их последствия хорошо видны с самой высокой точки Алеппо. Это его восточная часть. Она сейчас контролируется боевиками по разным данным. Там сейчас находятся тысячи жителей, желающих покинуть территорию зла через гуманитарные коридоры. Слышны взрывы, выстрелы. Видно, как горят здания. Отсюда также видно и крепость Алеппо. Ей сотни лет. И она сейчас контролируется правительственными войсками. Она как символ несломленности сирийского народа. А еще символ надежды, что удастся выбраться из оккупированных территорий. Вывод мирных жителей через гуманитарные коридоры продолжается. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин, Елизавета Волчегорская. Первый канал. Алеппо. Сирия.